Айзек и его мама жили одни в своем маленьком доме на холме. Айзек был сам по себе, рисовал картинки и играл в игрушки, пока его мама смотрела религиозные шоу по телевизору. Жизнь была проста, и все были счастливы. Но однажды мама Айзека услышала голос, идущий сверху. «Твой сын подвержен влиянию греха. Ты обязана спасти его». «Я постараюсь сберечь его». И мама Айзека выполнила приказ. Из комнаты Айзека она забрала все зло его жизни. И вновь явился голос. «Душа Айзека до сих пор грешна. Чтобы уничтожить зло, он должен остаться совершенно один и вымаливать свои грехи». «Я буду следовать вашим инструкциям, господин. Сделаю все, чтобы они были исполнены». Мама Айзека выполнила приказ и заперла его в своей комнате, чтобы сберечь от мирового зла. Прошло немного времени, и мама Айзека вновь услышала голос, взывающий к ней. «Ты сделала то, о чем я просил, но меня по-прежнему волнует вопрос, предана ли ты мне. Я хочу еще одну вещь от тебя». «Да, господин, конечно», — сказала мама Айзека. «Чтобы доказать мне свою любовь и преданность, ты должна принести своего сына Айзека в жертву. Иди в его комнату и оборви его жизнь, чтобы доказать свою любовь и преданность мне и только мне». «Да, господин», — она подчинилась и взяла нож для мяса на кухне. Айзек увидел это через трещину в двери, и его охватил страх. Он бегал по всей комнате и искал место, где спрятаться. Уже почти отчаявшись, он вдруг увидел люк под ковром и открыл его. Ровно в тот момент, когда в комнату вошла его мать, он открыл его и отправился в неизведанные подземные пещеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова